Сегодня в выпуске. Образ дракона занимает особое место в культурной и религиозной жизни вьетнамского народа. В эфире программа новостей на русском языке международного телеканала ВТВ4 в студии Тхань Кюэн. Здравствуйте. Дорогие телезрители международного телеканала вьетнамского телевидения ВТВ4, поздравляю вас с люным новым 2024 годом, годом дракона. Пусть он будет для вас годом счастья, добра и любви. Желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и исполнения всех желаний. Надеюсь на вашу дальнейшую поддержку в новом 2024 году. А теперь переходим к главным событиям последних дней. В радостной атмосфере празднования люного нового 2024 года, сегодня утром, то есть 4 января по люному календарю, генеральный секретарь ЦК КПВ Нгэн Фу Чонг воскорил благовоние во дворце Кинг Тхен на территории императорской цитадели Тхан Лаун города Ханоя. Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгэн Фу Чонг воскорил благовоние, чтобы почтить духов императоров и гереческих предков, сообщив им о достижениях в деле строительства и развития страны, а также обратившись в молитве за мир и процветание страны и народа. Памятник императорской цитадели Тхан Лаунг является местом свидетельства тысячелетней истории и слияния священной души рек и гор, квитэссенции национальной культуры. На этом месте династии, сменяя друг друга, расширяли, строили и защищали страну, укрепляли традиционную историю и культуру, которая сохраняется до нынешней эпохи Хошимина. В радостной атмосфере празднования ТЭТ генеральный секретарь ЦК КПВ Нгэн Фу Чонг поздравил всех с Новым Лунным Годом, пожелал жителям Ханноя в частности и всей страны в целом хорошего здоровья, мира, радости и счастья каждому человеку и каждой семье, еще больших успехов, новых достижений и процветания в новом 2024 году. Продолжая рабочую программу по проверке ключевых транспортных проектов по всей стране, а также посвящая рабочие, которые трудятся во время праздника ТЭТ, сегодня утром премьер-министр Фами Тень проинспектировал и проверил ход реализации проекта городской кольцевой дороги 3 города Хошимина и проекта международного аэропорта Лонгхань. Проект 3 городской кольцевой дороги города Хошимин имеет общую длину более 76 километров и проходит через 4 населенных пункта. Премьер-министр Фами Тень отметил и высоко оценил усилия министерств, филиалов, населенных пунктов, подрядчиков и связанных с ними подразделений, особенно учитывая, что только в городе Хошимине во время ТЭТа продолжали работу более 300 рабочих инженеров. Премьер-министр подчеркнул, что данный проект очень важен для связи между регионами, поэтому 2024 год должен быть определен как год ускорения, а 2025 год как год прорыва и завершения проекта, чтобы обеспечить его прогресс, качество и безопасность. Далее премьер-министр проверил ход реализации проекта Международного аэропорта Лондкань, очень важного национального проекта, в котором в настоящее время одновременно реализуются три тендерных пакета. Фами Тень отметил и высоко оценил ход реализации проекта, в рамках которых сформирована взлетно-посадочная полоса длиной 4 километра и шириной 45 километров, а также завершена подземная часть станции. Только во время лунного Нового года на строительной площадке трудились около 800 инженеров и рабочих, которые проводят строительные работы на протяжении всего ТЭТа. По этому случаю премьер-министр также посетил и пожал счастливого Нового года жителям района переселенцев Локтхан, Виньшон, которые отдали свои дома, землю, сады и сельскохозяйственные угодья под проект аэропорта Лондкань. В эти праздничные дни, по случаю лунного Нового года, порт Ченмэй в провинции Цитхингхуэ продолжает работать в обычном режиме. Преприятие не останавливает свою длительность на время ТЭТ, чтобы полностью удовлетворить спрос рынка. Судно, перевозящее около 41 тысячи тонн древесной щепы, ожидается, что покинет причал вечером на пятый день ТЭТа. В эти праздничные дни в основном экспортно-импортными товарами являются древесная щепа, белый песок и уголь. Грузоподъемные машины непрерывно погружают товары на судно для отправки в разные страны мира. Подготовка каждого судна занимает от двух до трех дней. Поэтому порт Ченмэй задействовал множество различных транспортных средств и техники для обслуживания грузовых судов. Вчера на третий день ТЭТа в городах по всей стране открылись для продажи ряд традиционных рынков, спермаркетов и торговых центров. По данным Департамента внутреннего рынка при Министерстве промышленности и торговли, предложение изобильное, а покупательность способность снова возросла. Поскольку люди делают покупки, ждут подготовки к подношениям предков на третий день ТЭТа. Основными закупаемыми товарами являются овощи, фрукты, свежие цветы, свежие продукты. Цены на некоторые товары и первые необходимости снизились по сравнению с днями, предшествовавшими ТЭТу, и постепенно возвращаются к обычным ценам. По данным Главного таможенного управления, торговая деятельность осуществляется довольно активно, благодаря чему общий импортно-экспортный оборот в Ярваре по оценкам достиг более 64 миллиардов долларов в США, что почти на 38% больше, чем за тот же период прошлого года. Экспорт увеличился на 42%. Этот результат стал возможным благодаря большему количеству заказов, которые принесли атмосферу ТЭТ предприятиям и работникам. За месяц, предшествовавши ТЭТу, заказов поступило больше, чем ожидалось. Тысячам работников этого текстильного предприятия пришлось работать сверхурочно. Сейчас давление оказывается не только объемом изделий, но и качеством каждого отдельного стежка и шва. С каждым продуктом мы и выполняем работу, и одновременно совершенствуем свои навыки. Улучшение навыков и качества означает, что у нас будет больше заказов, тогда каждый день будет чувствоваться как-то это. Впервые заказы увеличивались три месяца подряд, благодаря восстановлению спроса, как на внутреннем, так и на экспортном рынках. Хотя это небольшое увеличение, оно является самым значимым с сентября 2022 года. Заказов было много с начала этого года. Мы соблюдаем стандарты экспорта и готовы адаптироваться и применять новые технологии. Я очень надеюсь, что 2024 год будет намного лучше, чем 2023. Соединенные Штаты по-прежнему являются крупнейшим рынком импорта из Вьетнама. В первый месяц года оборот составил 9,6 млрд долларов США, что почти на 56% больше, чем за тот же период прошлого года. У нас огромное преимущество, потому что существует соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС, действующее уже 4 года. Таким образом, около 90% продуктов будут иметь снижение пошлин до 0%. Наши продукты можно отнести к продуктам первой необходимости, поэтому возможности роста огромны. 17 соглашений о свободной торговле создают большие преимущества для вьетнамских товаров в более чем 60 странах. Но это всего лишь возможность выйти на рынок. Чтобы воспользоваться преимуществами этих соглашений, требуются большие усилия по их реализации, особенно политики в области экологического и устойчивого развития, отслеживаемости происхождения товара и безопасности его качества. В этом году железнодорожная отрасль Вьетнама будет активно развивать грузоперевозки, уделяя особое внимание международным и интермодальным перевозкам. Преимуществом этого вида транспорта является возможность перевозки больших объемов грузов, стабильность и низкая стоимость. Развитие международных и интермодальных перевозок является перспективным направлением для железнодорожной отрасли Вьетнама. По прогнозам Института стратегии и развития транспорта Вьетнама, к 2030 году спрос на международные железнодорожные перевозки может достичь 8-9 миллионов тонн в год. Железнодорожная станция Као Са в провинции Хайзюн имеет выгодное расположение вблизи промышленных зон. Недавно Министерство транспорта одобрило план модернизации станции для обслуживания международных и интермодальных перевозок. Это означает, что в скором времени в сети железных дорог Вьетнама будут три внутренние железнодорожные станции, где можно будет оформить таможенные документы для экспортных грузов. Это нововведение не только упростит процесс экспорта и импорта товаров для вьетнамских предприятий, но и привлечет внимание иностранных компаний. Перевозка грузов по железной дороге в международном сообщении между Вьетнамом и Китаем — это решение, которое выбирают многие компании обеих стран. Поезда ходят по расписанию. На них не влияют ни погода, ни пробки на границе. С 2017 года вьетнамской железной дороге организуют контейнерные поезда для перевозки грузов в Китай и Европу. Однако эти поезда курсируют только при наличии достаточного объема грузов. В последние два года частота рейсов увеличилась даже дневной, но объем перевозок остается невысоким — около 1 миллиона тонн в год. Главным препятствием является ограниченная пропускная способность инфраструктуры. Всядя с этим, в этом году отрасль железнодорожного транспорта разрабатывает план повышения пропускной способности международных перевозок. Если мы завершим строительство транспортной сети в соответствии с планом 1769, утверждённым премьер-министром, с горизонтальными осями и подключением к индустриальным и морским портам, то пропускная способность международных перевозок значительно возрастёт. Это приведёт к снижению логистических затрат. Строительство новых железнодорожных дорог в соответствии с планом требует значительных финансовых затрат. Однако модернизация существующей инфраструктуры может привести к увеличению объема перевозок грузов по железной дороге до 4-5 миллионов тонн в год, что в 4-5 раз больше, чем сейчас. Сразу после официальной телеграммы премьер-министра с поручением обеспечить достаточное количество поставок бензина, нефти и электроэнергии для потребления во время люльного нового года и в течение всего 2024 года. Министерство промышленности и торговли во главе с соответствующими министерствами, отраслями и предприятиями предложило множество решений. В этом году прогнозируется, что запасы и структура топлива всех видов для производства и населения составят более 28 миллионов кубометров, что на 10% больше, чем в прошлом году. К сегодняшнему дню Министерство промышленности и торговли уже распределило общие нефтяные ресурсы по ключевым предприятиям, обеспечив соответствие рыночной ситуации и удовлетворив потребности компании и населения. «Мы подписали долгосрочные контракты с отечественными нефтеперерабатывающими заводами и изорбежными партнерами, которые обеспечивают примерно 70% потребностей Петра Лимэкса в нефти на 2024 год. Кроме того, чтобы улучшить резкий рост спроса во время луного нового года, мы также увеличили запасы почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года». Касаемо работы энергосистемы и стабилизации электронного снабжения. Диспетчерский центр национальной энергосистемы рассчитал и составил план работы в соответствии с реальной ситуацией. Прогнозируется, что в этот лунный Новый год мощность нагрузки может снизиться всего с 14 700 мегаватт до 17 500 мегаватт, что эквивалентно всего 2 трети по сравнению с обычными днями. «По нашим оценкам, минимум подачи придется на 30-е, 1-е, 2-е и 3-е дни лунного года. Ожидаемая выработка электроэнергии составит лишь около 55-60% по сравнению с обычными днями. Мы опасаемся не нехватки, а избытка ресурсов. При таком избытке мощности нам придется остановить резервирование энергоблоков в системе». Согласно требованиям в праздничные линии в точках грозничной торговли нефтепродуктами будет осуществляться регулярная и непрерывная торговая деятельность. В электроэнергетической отрасли активно реализуются планы по обеспечению безопасного электроснабжения, предотвращению пожаров и взрывов, а также подготовке человеческих ресурсов к круглосуточному дежурству. Далее в выпуске. Вьетнамские мигранты встречают традиционный новогодний праздник ТЭТ. Образ дракона занимает особое место в культурной и религиозной жизни вьетнамского народа. В дни празднования Леного Нового Года многие люди посвящают место в развлечении и отдыха, а также храмы и пагоды Ханое, чтобы насладиться атмосферой праздника и помолиться о мире и благополучии в наступившем году. За первые три дня ТЭТа столица страны Ханое приняла около 190 тысяч посетителей, что почти на 20% больше, чем в прошлом году. С самого раннего утра пагода Чангкок привлекла множество посетителей. В то же время в храме Куангхань на выставке фотографий, посвященной истории этого исторического памятника, также наблюдается большой приток туристов. В начале года в других крупных храмах и пагодах Ханое также много людей. Многие из них приехали сюда из других провинций. Мы всей семьей решили в начале года сходить в эту знаменитую пагоду Ханое, и помолиться о здоровье и благополучии семьи. Здесь красиво и спокойно. В моем возрасте я мечтаю только о том, чтобы хорошо учиться, слушаться родителей и получать хорошие оценки. На берегу Красной реки, где просторно и свежо, дети могут свободно бегать и играть. Здесь царит особая атмосфера, привлекающая множество семей с маленькими детьми. К вечеру количество посетителей значительно увеличивается, а в несколько раз выше, чем утром. Мне нравится фотографироваться здесь с бабушкой и всей семьей. Здесь очень красиво. Как же здесь красиво и просторно. Кругом деревья, трава и цветы. Пусть этот год принесет только счастье и благополучие. Из-за большого количества посетителей в некоторых крупных храмах и пагодах наблюдаются локальные заторы. Однако дежурные сотрудники дорожной полиции оперативно регулируют движение, чтобы обеспечить беспрепятственное перемещение людей. Традиционный новогодний праздник ТЭД – это время, когда все семьи собираются вместе. Когда люди, живущие вдали от дома, стремятся вернуться на родину для того, чтобы насладиться весенней атмосферой в кругу своей семьи. Однако не все смогут себе это позволить. Особенно вьетнамцы, живущие за рубежом. Где бы они ни были, ТЭД всегда является священным праздником для каждого из них. Февраль, когда во Вьетнаме встречают традиционный новогодний ТЭД, является самым холодным месяцем зимы. В России все реки замерзают. Этот вьетнамец когда-то молодым приехал учиться в Московском художественном институте и к сегодняшнему дню уже прожил почти 40 холодных зим в России, проведя больше половины своей жизни вдали от дома. Художник Дао Зум до сих пор хранит сердце, память о своей родине, о Вьетнаме. В моей памяти тяжелые послевоенные годы во Вьетнаме, когда не было ни еды, ни одежды. Дети с нетерпением ждали праздника ТЭД, чтобы родители купили им новую одежду. Вспоминаю время, когда во второй половине дня, 29 или 30 декабря, по лунному календарю, соседи начинали забивать свиней. Было весело. Дача художника Дао Зунга и его жены расположена в небольшой деревне в Московской области. Летом здесь выраживают много видов вьетнамских овощей и фруктов, а зимой дальше покрывается снегом. Из-за того, что их дети учатся во время праздника ТЭД, семья Дао Зунга в течение многих лет не может приехать во Вьетнам на ТЭД. Поэтому новогодние ароматы ТЭД распространятся именно из-за этой кухни. Здесь продаются все вьетнамские продукты, поэтому я могу приготовить все традиционные новогодние блюда. Зимой в России очень холодно, я очень скучаю по атмосфере ТЭД в Вьетнаме. Скучаю по предновогодним покупкам, по рунку цветов, по многим вещам на родине. За долгие годы вдали от дома господин Зунг уже привык ко всему. Однако образ родины по-прежнему запечатлен в каждом его произведении. Любовь к родине навсегда останется в моем сердце, навечно. Я никогда не смогу ее забыть. Как бы ни менялся мир, воспоминания о семье, родителях, братьях и сестрах остаются неизменными. Художник Дао Зунг и его жена, а также много вьетнамской семьи в России до сих пор стараются сохранить вьетнамскую культуру благодаря укреплению семейных отношений и сохранению новогодних традиций. ТЭД – это обычный день в России, но по-прежнему вызывает много трепетных эмоций в сердцах каждого вьетнамского эмигранта, мечтающего однажды вернуться на родину. Количество туристов, оформляя шлектурии через Турфимы во время ТЭД 2024 года, намного выше, чем во время новогодних праздников. Направления, наиболее часто выбираемые туристами – это Фукуок, Далат, Фанхет, Няча, Данан и северные провинции. Туристы часто путешествуют небольшими группами, семьями или с друзьями, предпочитая резорты и индивидуальные поездки. По состоянию на вчерашний день, 12 февраля, доходы туристической отрасли города Хошимина увеличились на 4% по сравнению с прошлым годом. Во время ТЭД-а город Хуэ посетило около 100 тысяч посетителей, 30% из которых были иностранными гостями. Во время традиционного новогоднего праздника ТЭД храм литературы в армию Коктузиам в Ханое всегда является важным местом для новогодних прогулок. В этом году в столице стоит теплая и солнечная погода, что подходит для весенних поездок. Храм литературы продолжает принимать много молодых людей, которые приезжают сюда, чтобы попросить успеха в учебе и удачи на экзаменах в новом году. В первые дни нового лунного года в храм литературы приехали тысячи столичных жителей и туристов. Фук Хынг и его семья уже 12-й год подряд приходят в храм литературы по случаю лунного нового года, чтобы попросить удачи в учебе в новом году. История разных династий и традиционная тяга к знаниям нашего народа сильно мотивирует. Я настроен хорошо сдать предстоящие выпускные экзамены. Многие семьи также приводят своих детей в храм литературы, чтобы постичь сущность обучения и национальную тягу к знаниям, которую через века передают стеллы с именами выпускников. Здесь мои дети могут лучше изучить исторические памятники и традицию тяги к знаниям, а также попросить об удаче на экзаменах. В этом году на территории Озера Ван также много молодых людей, которые приходят попросить каллиграфов написать красивые слова пожелания успеха в учебе. Я пришла сюда, чтобы попросить каллиграфа написать два слова, успешно сдать. Они будут для меня источником силы, чтобы получить желаемый балл и поступить в университет. Как и тяга к знаниям, традиция каллиграфического написания иероглифов на счастье и удачу в первые дни Тэта, прошедшая через года, не теряет свою актуальность и в современном мире. Из династий зодиакальных животных только дракона не существует в реальной жизни. Однако образ дракона занимает особое место в культурной и религиозной жизни вьетнамского народа. Из династий зодиакальных животных только дракона не существует в реальной жизни. Однако образ дракона занимает особое место в культурной и религиозной жизни вьетнамского народа. Это не только символ этнического происхождения вьетнам, дракон также символизирует благородство, силу и процветание. Возможно, именно поэтому он является одним из образов, вдохновляющих художников на творчество. В честь наступления года дракона это животное стало предметом многих произведений искусства по всей стране. Спокойный, счастливый, спящий, зевающий или платьющий. Пять драконов в пять разных положениях представляют пять знакомых человеческих состояний и выражений. Это набор работ, созданных молодыми художниками. Каждый маленький дракончик шательно расписан вручную художниками с использованием традиционного лакового покрытия. В частности, в наборе представлены два извилистых дракона, закрепленные на медных палочках, вдохновленные народными вьетнамскими игрушками Тохэ. Мы хотели сделать изогнутые формы, которые можно было бы прикрепить к объектам, поэтому процесс формирования был довольно сложным. Как художники, мы создали образ дракона в надежде на счастливый год, используя традиционные народные материалы, как пожелание всем счастливого и мирного Нового года. Работа «Лонг Стори. История дракона или длинная история». Художника Ле Хи вдохновлена историей дракона и феи, прародителей вьетнамской нации. Дракон изготовлен из бронзы и помещен на лакированное яйцо с основой из древесины падука, словно дракон влупляется из яйца. Мы используем образ яйца, потому что он несёт в себе дух полноты и завершённости, а также связано с историей происхождения вьетнамского народа от дракона и феи. В традиционных вьетнамских поверьях встреча дракона и облака предотвращает удачу и благополучие. И эта концепция стала вдохновением для художника и скульптора Гу Зунга на создание этой работы дракона династии Ли. Изображение дракона династии Ли очень красиво. Голова дракона династии Ли имеет равномерные пропорции. Он также имеет характерную бороду и рога. Я думаю, что он нашёл много красивых образов, собранных в одной работе, как благословение на счастливый и удачный Новый год. Согласно народным поверьям, драконы – животные, обладающие всеми преимуществами других видов, превосходят их по усилиям и имеют способность трансформироваться, используя трансформирующийся образ дракона в каждой работе. Художники таким образом передали найлюше пожелания в Новом году, а также ещё больше приблизили искусство к обществу. А сейчас прогноз погоды о Вьетнаме на завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова